Всем привет дорогие зрители, с вами iGEM и рубрика ТОП. Сегодня мы хотели бы представить вашему вниманию весьма любопытную подборку. ТОП 5 худших игр. Поехали! Пятое место На пятом месте расположился Postal 3. Компьютерная игра в жанре шутера третьего лица, разработанная студией Trash Masters, изданная компанией Акела. Это третья игра в серии игр Postal. Postal 3, главный герой игры Чувак, переезжает из города Парадайз в соседний Катарсис. В отличие от Postal 2, в игре не была использована технология Unreal Engine. Игра разработана на движке Source от Valve, который был использован в Half-Life 2. Множество обещаний разработчиков так и не были выполнены, в том числе бесшовный мир, динамическая смена дня и ночи, возможность заходить в здание, которое было всего лишь частично реализовано, интерактивность, мини-игры и свобода действий. Игра провалилась и получила негативные оценки как от отечественных, так и от зарубежных сайтов. Причем провал был настолько огромен, что RWS даже отменили версию игры для PlayStation 3, Xbox 360 и Mac, и даже назвали игру спин-оффом и неканоничной. Тема третьей части затрагивается в каноничной замене Postal 3, в дополнении для Postal 2 Paradise Lost, в котором чувак в самом начале попадает в автокатастрофу, из-за чего впадает в кому на 11 лет и видит темное будущее в виде Postal 3. Под конец дополнения появляется двойник чувака, выглядящий так же, как чувак из Postal 3. Если победить всех боссов в Paradise Lost в пятницу, а не сбежать с Чампом, то окажется, что Paradise Lost – это история, которую рассказывает чувак из Postal 3. Надеяться на эпопею в духе GTA, приправленную фирменным безумием серии Postal, бессмысленно. Признаков песочницы не замечено. Переход в другую локацию происходит исключительно по воле сценариста. А погулять по округе, которой особо и не хочется гулять, дают строго после завершения сюжетной линии. Вдобавок, в руках российских трэш-мастеров, Source Engine разучился рисовать широко и красиво. Хотя главная беда – недопотопная графика и даже не кошмарная оптимизация. Самое страшное в Postal 3 – это задание. Штамповка а-ля Postal 2 всё ещё в действии, пусть и немного видоизменённая. Каждый раз в стилизованном под ретро кино видеоролике нам показывают, как к чуваку подходит кто-то на улице или звонит на мобильный и обещает золотые горы за идиотскую работу. Например, пылесосом собрать яблоки на ферме. Однако, стоит нескольким яблокам попасть в корзину, как по давней традиции, внезапно прибегают вооружённые талибы, вынуждая, по сути, незлобивого парня хвататься за пушку. В эту схему укладывается большинство миссий. Вместо яблок – грязные салфетки и помёт. Вместо исламских эстремистов – какое-нибудь общество разгневанных мамаш или защитники животных. Отбив атаку, мы получаем, правильно, новый вид оружия. Денег никто никогда не платит, ибо тратить их негде и не на что. Перестрелки стали значительно проще, благо чувак научился прилипать к укрытиям. Хотя он и без них в одиночку положит армию. Почти мгновенная регенерация здоровья и бронированный плащ превратили бывшего программистом в машину смерти. Воевать от того ни капли не веселее. Пули попадают куда угодно, но только не в жертву. Тупые, как пробки враги, наскакивают со всех сторон. Пугают дёрганной анимацией. Получают в ответ автоматную очередь и драпают, теряя по дороге конечности. В третьей части таки появилась расчленёнка. Но картонные детали тел, летящие по немысленным траекториям, впечатляют разве что пятилетнего ребёнка. В рецензии от игрового портала Absolute Games игра получила оценку 5%. Ощущение, что игру делала группа школьников, увлекающихся программированием, не отпускает до самого конца. Как видим, множество недоделок, нелепость сюжетных линий, отсутствие чёткой графики, опещенные сцены насилия и жестокости, ограниченные невпечатляющими спецэффектами, всё это не дало игре достичь своего эпопеи и занять видное место среди компьютерных шедевров. Четвёртое место Четвёртое место занимает симулятор камня, который мы не могли не включить в наш сегодняшний список. Вы любите симуляторы? Я вот очень люблю. Только благодаря симуляторам можно ощутить весь спектр эмоций, которые может подарить та или иная деятельность. Например, автосимуляторы. Слышали про Гран-Туризма? В такой игре можно ощутить всю радость от вождения разнообразных автомобилей. Тщательно выверенный игровой процесс, учёт различных аспектов, потрясающая детализация геймплея. Всё это уникально и дарит незабываемые ощущения. А как же военные симуляторы? Например, Арма. Только там, особенно в мультиплеере, можно ощутить себя солдатом, делающим марш-бросок через лес, чтобы потом поучаствовать в реалистичной позиционной перестрелке. Также там можно поуправлять отлично сделанной военной техникой. А ведь есть ещё и авиасимуляторы. В общем, это очень интересная область игровой индустрии. Но что вы скажете по поводу симулятора камня в лесу? Что там симулировать? Лежит себе камень и лежит. В этом и заключается вся суть игрового процесса подобной игры. Но знаете, такую игру всё-таки выпустили? Симулятор камня в лесу. Подумать только. Релиз данного продукта ознаменовал собой закономерный итог развития жанра альтернативных симуляторов и стал довольно заметным событием в мире интерактивных развлечений. Как ни крути, но более бестолковую игру даже вообразить себе сложно. Ведь единственной целью камня онлайн является полное бездействие. Что, впрочем, довольно справедливо. Чего ещё можно ожидать от обычного камня? Неопытные игроки первые 10 минут геймплея неизменно бьются в конвульсиях, пытаясь произвести на экране хоть какой-нибудь манёвр. Однако, безнадёжно пощёлкав по всем кнопкам клавиатуры, они понимают всю безысходность ситуации. Что камень так и не сдвинется с места. Кто-то после этого полностью разочаровывается в игре и брезгливо отплёвываясь удаляет её с жёсткого диска своего компьютера. Ну а кто-то, оценив всю прелесть подобной уникальной концепции, приглашает друзей присоединиться к многопользовательскому режиму и самозабвенно пялится в монитор, постигая дзен. Кстати, совсем недавно автор Камня Онлайн, то ли в шутку, то ли всерьёз, объявил о разработке на основе своего творения полноценной MMORPG. И даже выпустил по этому случаю официальный трейлер будущей игры. Ну и нам, похоже, стоит ожидать очередной шедевр. Третье место. Тройку так называемых лидеров сегодняшнего топа занимают Танки Онлайн. Танки Онлайн являются многопользовательской браузерной игрой в жанре танкового симулятора. Хотя симуляция, как таковая, в Танке Онлайн практически отсутствует. Проще говоря, проект от пермской студии Альтернатив Платформ является типичной аркадной онлайн-пострелушкой с отвратительными заездами на танках. Итак, чем же может похвастаться эта игра? И чем она может подкупить потенциальную аудиторию? В первую очередь, нужно отметить, что Танки Онлайн это предельно простая в освоении ММОшка с интуитивно понятным управлением и доступным интерфейсом. Чтобы начать играть, нужно всего-навсего пройти короткую регистрацию. Скачивать гигабайты файлов на жёсткий диск не требуется. И, собственно, в сражение можно отправляться практически с первых же мгновений игры. Думаю, многие помнят танчики на приставке Дэнди. Эта поистине эпическая игра легла в основу Танков Онлайн. Если честно, мне за это немного стыдно. Один из самых больших минусов в том, что монетизация игры нацелена на распродажу расходников, которые используются в битве. Так как это игра фри-то-плей, то логично предполагать, что играя без внесения в игру реальных денег, и надеясь лишь на свои навыки, можно иметь все шансы на выигрыш. Но это не так. Второе место. И второе место в нашем топе занимает Warface. Перед своим выходом Warface привлёк к себе очень много внимания. Ещё бы, современный условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный на движке CryEngine 3. Warface разработана тремя студиями компании Crytek. Украинским филиалом Crytek Киев, южнокорейским филиалом в Сеуле и основанной студией во Франкфурте на Майне. Желание известных разработчиков тайтла Crysis отправиться покорять сегменты фри-то-плейных игр для многих почитателей Crytek стало полной неожиданностью. Громкая и всегда ожидаемая линейка игр от Crytek позволяла разработчикам традиционно входить в число так называемых элитных. В таком свете проект Warface от столь почитаемых людей выглядел как минимум интересным, если не интригующим. Ещё одним поводом ознакомиться с Warface являлось то, что он создавался в недрах киевского подразделения Crytek. Не каждый день на рынке появляются такие игры от отечественных разработчиков. Если же анализировать современный рынок бесплатных сетевых шутеров, то в основном игроки сталкиваются с десятком клонов легендарного Counter-Strike. На манер Crossfire, Point Blank и им подобным. Все они явно не дотягивают до приемлемого уровня и давно утонули в отвратительном копипасте. Ну а что же Warface? Релиз игры в статусе открытого бета-теста состоялся в апреле 2012-го и буквально за несколько недель в игре уже насчитывалось более миллиона зарегистрированных пользователей. Это был явный успех для СНГ рынка, никак иначе. Ну а теперь перейдём к самой игре. Сюжетная завязка проекта совершенно не удивляет. Существует преступная группировка, жаждущая захватить все ценные ресурсы нашей планеты. Собственно, не обошлось и без доброго антипода, элитного отряда, призванного насаживать демократию во всём мире. Однако, даже в таком, на первый взгляд, банальном сеттинге нашлось место для ряда интересных идей. Новаторским для жанра выступает один из двух доступных режимов Warface, это PvE. Каждый день на так званой доске объявлений в игре появляются три кооперативные миссии. Для новичков сложная и элитная, суть их незамысловато. Пройти от точки А к точке Б, убив всё, что враждебно настроено. Взорвать, если требуется что-то по пути, а также сразиться с боссом, а после успешно убраться с поля боя. Одним из недостатков игры можно назвать искусственный интеллект противников. Хвалённые разработчиками мозги ботов порой отказываются работать и умудряются стрелять куда-то мимо с двух-трёх метров. Если вокруг оказывается слишком много вражеских солдат, этот недостаток несколько блекнет, так как попросту нет времени для того, чтобы изучать поведение парней из Блэквуд. Но если уж всё-таки попробовать зайти им с тыла, то всё становится на свои места, и противники превращаются в беспомощных котят. А теперь перейдём ко второму режиму — PvP, который в Warface не выделяется чем-то особенным. Сражаться можно в различных типах боёв — штурм, захват, уничтожение, а также стандартные Team Death Match'и и мясорубка. Аналог каждый сам за себя. Немало нареканий вызывает сам игровой процесс. Для опытных игроков он покажется несколько дивным. Механика передвижений вызывает неприятные ощущения. Игровой персонаж ведёт себя странно, а попытки преодолеть препятствия часто похожи на дурацкие прыжки у забора. В общем, мягко скажем, управление не отзывчивое. Непонятно, зачем была прикручена фишка со скольжением по земле. Разогнавшись в спринте и нажав кнопку F, игрок падает в подкате и быстро преодолевает до 10 метров. Спору нет. Пролазить в дырки в стенах и заборах удобно. Но в бою использование этой фишки поощряется не только дополнительными очками, а ещё и осуждением недовольных игроков. Стрельба выполнена так, что создаётся ощущение, мол, у бойца в руках пластмассовый автомат, а не реальное оружие. Какого-либо намёка вообще на баллистику и физику в игре тоже нет. Не обошлось в Warface и без внутриигрового магазина, в котором все желающие могут купить уникальное оборудование за реальные деньги. Стоит признаться, что донат здесь решает и может из луба сделать про. Но в принципе, если вы не полный анскил, то и без доната продержитесь. Если только против вас не будет играть какой-нибудь читер, которых здесь полно, ведь в игре абсолютно нету античита и читеров здесь не банят. Также большой проблемой для вас может стать мега-донатер с платным бронежилетом, ботинками и шлемом. Например, антихэт-шлем, который всегда вас спасёт от одного выстрела в голову, с какого бы оружия этот выстрел не был бы сделан. А бронежилет Титан 2 спасает также от одного выстрела в тело или от взрыва. То есть даже в упор кинутая граната вас полностью не убьёт. А также в игре есть офигенские ботиночки, которые увеличивают скорость вашего бега. Согласитесь, о каком-либо балансе здесь говорить вообще нет смысла. Также огромным минусом игры можно назвать школьников, которые постоянно мешают играть, вечно матерятся и читерят. Ну и из последних минусов мы выделим баги игры. Застревания в трупах, неработающие мины, лагающие игроки. В общем, перечислять очень долго. Искусственный интеллект, управление и графика не оправдали ожиданий. А читеры и донат тоже огромный минус игры. Заслуженное второе место. Первое место. Вот мы и подошли к первому месту нашего рейтинга. ТОП 5 худших игр. И первое место занимает моя самая любимая игра. Копатель онлайн. Если вам доводилось играть в Майнкрафт, то в игре Копатель онлайн вы быстро разберётесь. Управление здесь осуществляется, как и в большинстве шутеров, посредством мышки и клавиатуры. В игре есть несколько режимов. Строительство, война и командный бой. Они действуют при подключении к чужим серверам. Также можно создавать самому игры и приглашать своих друзей. Как и в Майнкрафте, здесь есть кубы различных типов. Мы можем создавать их и разрушать, если есть разрешение от администратора сервера, которое приходится долго выклянчивать. А вот на своей карте разрешение не нужно. Доступно всего несколько видов стандартных блоков, а сама карта создаётся лишь крохотного размера в классическом сеттинге. Хотите все заявленные 249 уникальных видов блоков? Платите деньги. Желаете разместить точки возрождения для командного боя? Платите деньги. Сделать большую карту? Платите деньги. Собственно, чем бы вы не собирались тут заняться, вам придётся платить деньги. За игровые деньги можно открыть и новые блоки, разнообразные объекты, растения и оружие. Конечной цели как таковой нет. Мы просто наслаждаемся процессом разрушения или строительства своего собственного мира вместе с другими пользователями. К достоинствам можно отнести, и как ни странно, они всё-таки есть. В стандартном режиме игры не нужно выживать, как это сделано в Майнкрафт. Можно общаться с другими игроками, и использовать смайлы эмоций. А для любителей Counter-Strike есть специальный режим «Война». Имеется множество вещей для декора и для кастомизации главного героя. А теперь перечень недостатков, которые довольно внушительны. Нет каких-либо нормальных целей, чтобы хотелось продолжить игру. Несбалансированный донат, нужен аккаунт в соцсетях. Большинство идей взяты из оригинального Майнкрафта, но далеко не все они реализованы на должном уровне. Вполне вероятно, вас могут забанить без особой на то причины. Также в игре отсутствует возможность устанавливать моды. Подводя итог, можно сказать, что главный недостаток игры, она очень быстро надоедает. Игроку становится скучно выполнять одни и те же действия, когда нет особых ограничений, помимо донатных кубов. С таким же успехом можно поиграть и в игрушечные кубики. И это будет действительно интереснее. Также эту игру называют Майнкрафтом для бедных, так как здесь не нужно платить 20 долларов за аккаунт. Однако это лишь иллюзия. Почти все более-менее интересные вещи требуют вложения денег, поэтому лучше дважды подумать, чем платить за животных, инструменты или декорации. И в случае, если не обращать внимания на недостатки, то все равно игра кажется лишь отвратительным заменителем, но не конкурентом Майнкрафта. Ну что ж, друзья, конечно, пятерка перечисленных проектов это отнюдь не весь список игр, о которых нам хотелось вам рассказать. Однако именно эти пять игр показались нам наиболее интересными и заслуживающими внимания. А потому есть мнение, что ознакомиться с этими нездоровыми шедеврами определенно должен каждый уважающий себя геймер, хотя бы для разнообразия. Ну и как ни странно, уже по традиции, любите и играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.